Всем привет! С вами канал Пентат Плюс. Сегодня разговор пойдет о прототипе знаменитого кольца Всевластия. В музеях можно увидеть много древних колец из золота и серебра. Однако одно из них считается легендарным. Оно известно как кольцо Синициана или кольцо Сильвиана, которое было украдено у хозяина более полутора тысячелетий назад. Его владелец попросил богов проклясть вора и всех дальнейших обладателей кольца. Считается, что именно оно вдохновило писателя Джона Толкина сочинить эпопею «Властелин колец». Но что такое кольцо Сильвиана и как оно связано с Толкином? Были опубликованы многочисленные статьи, которые пытались связать писателя с древним золотым артефактом, обнаруженным в Англии в 1785 году. На нем была гравировка латинской фразы, которую антиквары начала XIX века читали так «Синиция не вивас ин индецентия», что означало «Синиция не живет в непристойности». Долгое время считалось, что кольцо принадлежало христианину, хотя образ Венеры также вырезан на кольце и, возможно, использовался как печать. Артефакт представляет собой выполненный из золота десятиугольник диаметром около 25 мм и массой около 12 грамм. Такой большой диаметр позволяет предположить, что кольцо предназначалось для ношения поверх перчатки, возможно, на большом пальце. В IV веке н.э. римлянин Сильвиан, находясь в Глостершире, посещал целебные ванны кельтского бога Ноденса, божества, связанного с исцелением, охотой и морем. Пока Сильвиан принимал лечебные ванны, его кольцо было украдено. В воровстве он подозревал Синициана, но не был в этом уверен до конца. Поэтому Сильвиан отправился в храм и создал свинцовую пластину, известную как табличка «Проклятие», с надписью на латыни, в которой описал наказание для нового владельца кольца. Табличка гласит «Богу Ноденсу». Сильвиан потерял кольцо и даст за находку его Ноденсу половину стоимости. Из тех, кто носит имя Синициан, никто не будет здоров до тех пор, пока не принесет его в храм Ноденса. О судьбе Синициана мало что известно. Некоторые исследователи говорят, будто кольцо было случайно потеряно. Другие считают, что от него специально избавились. Только в 1929 году связь между кольцом и табличка «Проклятие Синициана» была установлена археологом сэром Мортимером Уиллером. В это время Толкиен был профессором кельтской и англо-саксонской литературы в Оксфордском университете. Именно ему было предложено написать статью о раскопках в Глостершир. Возможно, с этого момента кольцо и стало музой для писателя. Сильвиан потерял свое золотое кольцо в Лиднии, а Голум – под туманными горами. Сильвиан верил, что его кольцо украл Синициан, а Голум обвинял в этом Бильбо Бэггинса. Оба они знали личность человека, которого подозревали в краже, и оба посылали проклятие ему вслед. Помните, как кричал Голум? «Бэггинс, вор! Ненавистный! Ненавистный навсегда!» Сегодня золотое кольцо принадлежит Национальному фонду Великобритании. Великобритании Продолжение следует...